Очаг напряженности мирового масштаба возник сегодня в виртуальном пространстве. Владельцы киностудии и звукозаписывающих компаний продавили обсуждение в американском конгрессе беспрецедентных мер по борьбе с интернет-пиратством. По сути, речь идет о введении тотальной цензуры в сети. В знак протеста ряд самых популярных интернет-ресурсов на сутки прикрыл свои страницы. О вероятности виртуальной войны с вполне реальными жертвами материал Кирилла Парменова. Сопа и пипа — враги свободы. Примерно такими заголовками пестрит сегодня интернет-пространство. Блогеры смеются, но тут же поясняют — тема нешуточная. Два забавных слова — аббревиатура законопроектов, предложенных для обсуждения в Конгрессе США. О борьбе с интернет-пиратством и о защите интеллектуальной собственности. Суть проста. За незаконное размещение в сети чужого текста, музыки или фотографий гражданину грозит до пяти лет тюрьмы. А сайт, на котором размещается подобная информация, становится соучастником преступления. Иск права обладателя, суд и многотысячные штрафы за какой-нибудь музыкальный ролик. А если нарушения будут продолжаться, такие сайты просто закроют решением американского правительства. В общем, не борьба с интернет-пиратством, а самая настоящая война. Законопроект СОПА — это попытка решить проблему воровства американской интеллектуальной собственности, которая распространяется через интернет. Это законодательное оформление процесса, когда собственник может отстаивать свои права через суд, а интернет-ресурсы несут ответственность за размещаемый контент. Проблема только в том, что коснется это каждого. Самые популярные ресурсы — социальные сети, блоги и видеохостинги — рискуют обанкротиться на штрафах. Цензурировать весь размещаемый контент навряд ли будет возможно. Уйдут и пользователи, а главное — свободный интернет останется только в истории. Это вредно для свободного и открытого интернета. Это вредно для Википедии, и мы хотим, чтобы нас услышали. Мы шлем послание, которое будет способствовать непринятию этих законопроектов, поможет убить их в зародыша. Послание — вот такое. Черное поле вместо главной страницы Википедии. Шестого по популярности сайта в мире. Правда, только англоязычной версии, но 100 миллионов человек посещают ее ежедневно. Виртуальный митинг поддержали соцсети и даже новостные порталы. И, кажется, дошло. Мы не поддержим законопроекты, которые ограничивают свободу выражения, увеличивают риски для кибербезопасности и подрывают принципы, по которым живет интернет. Но мы пытаемся приблизиться к решению проблемы. В общем, обсуждение СОПа и ПИПа решили отложить до 24 января. Пока же весьма хитроумный способ обойти потенциальную угрозу предложили в Швеции. Группа интернет-пользователей зарегистрировала новую религиозную организацию — общину копировальщиков-миссионеров. Теперь любое посягательство на деятельность сайтов — нарушение свободы вероисповедания.